господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешными 18 методах борьбы с сектантами это все материалы взятые из книги и письменного православия и из разных томов это второй том открытый боком методом борьбы с сектантами крестоносец эта статья называется так на встречу все еще одним противником западного влияния я ехала дрожа от страха корреспондентка меня пугали что во первых он чокнутый во вторых может не побить меня крестом благословите батюшка сложила я руки православная удивился поп так это другой разговор мама василий отец василий бывший священник грузинской православной церкви он борется с заслонившими грузинскую землю сектантами свидетелями и югова и баптистами в разоренной войной стране они работали как гуманитарные организации раздавали вермишели тушенку открывали школы молильные дома и разумеется вербовали адептов посчитав что не гоже православной церкви якшаться с чужими религиями девяносто пятом году мамо василий выступил по телевидению и призвал не брать у сектантов гуманитарку не брать грузинский католикос говоря мирским языком наложил на отца василия взыскание мамо василий отлучил католикос от молитвы поминание главы церкви обязательная часть любого православного богослужения от автора заявив что это не православный патриарх как диамет епископ точно так же всех анафеме синод выгнал отца василия и священников он перешел греческую православную церковь вместе с ним ушло несколько сотен самых ревностных христиан сколотив ортодоксально православную банду мамо василий стал травить сектантов еще пуще именно не пускать их на собрание свидетели его пытались снимать белийский дворец спорта пилармонию всевозможные помещения других городах грузии всюду их встречала орущая толпа фанатиков если конгрессы все-таки начинались мамо василий открывался внутрь и бил сектантов полиция стояла рядом и будто ничего не замечала конкретно как настоящее протокол по вакуум за семь лет мамо василий сотоварищами избил 80 конгрессов и яговистов вот это да однажды ему стало известно что в тбилиси прибыл их контейнер 12 тонн литературы соратники попа отбили груз и сожгли его на кострах вот так 12 тонн грузинская газета резонансе и резонансе резонансов то посмела написать освященнике что-то не то но василий пришел к редакции и заварил входную дверь электросваркой не выйти не зайти и там и остались надо ли говорить что популярность народе у попа бешеная 10 утром у меня была служба и мой духовный сын вокруг церкви отца василия настоящая служба наружного наблюдения автора видел стоят машины и нас фотографии от отец василий дает интервью я дал задание взять эти машины по моему василий вставляет кассету в виде магнитофон все что происходит дальше снято на пленку толпа верующих с ревом кидаются к машинам две легковушки успевает дать показал одну блокирует вытаскивают три сидящих в машине парней и волокутых к церкви следующий кадр парни сидят на кровати голые в моему василий вытряхают из одежды рации баллоны с газом удостоверение полиции следующий кадр голых милиционеров снимает все тбилисское телевидение журналисты кто вас послал опера коба наращимашвили министр внутренних дел что делать с ужасным что делать с ужасным попом грузинские власти не знают арестовать его невозможно на улице без охраны он не появляется послать отряд спецназа поднимется волна общественного мнения молодец священнику жут тбилисцы пусть к нам чужики не суются кому соборская правда 10 на 4 2 2 года иглака прокомментировать эту статью меня попросили прокомментировать вот заметил мои комментарии они с ни с кем не сходятся почему во первых надо войти в это я там был непосредственно в тбилиси все узнавал тоже поехал рано или поздно это должно было случиться и ни в одном экземпляре и ни в одном месте церкви всегда находились ревностные служители подобные феодору студиту максиму исповеднику протопопа вакуум если человек искренне верит что существует бог вечность истина ад и рай и бог воздаст взаимность по спасению ближних своих то человек должен приложить все силы по спасению ближнего жертвы даже своей жизнью любым способом совершенно невзирая ни на какие человеческие законы конституции когда наступит вечность не миллионы а миллиарды будут вопиять и с кровавыми слезами упрекать тех кто знал истину почему вы за волосы не тащили нас к спасению почему вы не били нас это все было бы забыто но мы были бы спасены да действительно так и будет конечно это все только при условии что мы верим что будет эта вечность и человек с душой своей будет бесконечно во веки веков гореть гореть и гореть в адум и это горение никогда 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 не кончится если серьезно не понарошку верить в то что в это то отца василия нужно хранить всей грузии как зеницу ока и тиражировать его по всему миру по всем нациям и народам и на его примере учить младенцев чтобы дух его ревности воспламенял сердца православных так поступали все пророки и не только так но они захворили в одну дверь говорив входную дверь уничтожали всех до единого сектанта до единого если хотя бы один сектант вырвался один еретик и гигавист спасся живым то необходимо было тут же публично казнить полицейских и спецназ вот какие правила были не читаем и некоторые сказали но чего вы берете откуда вы нашли это ничего докажем 4 царс 9 1 елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему опоясь чесла твой и возьми си сосуд с елеем в руку твою и пойди в рамо в галацкий придя туда отыщи там иуя сына иосафата сына на мессиева и подойди и вели выступить ему из среды братьев своих и выведи его внутреннюю комнату и возьми сосуд с елеем и выли на голову его и скажи так говорит господь помазу тебя в царя над израилем знаете как это вот это я представляю как он был другую комнату он сидел там у него совет филик был как у кутузова так говорит господь помазу и тебя царя над израилем он даже не думал об этом а потом что нужно сделать том отворить дверь и беги и не жди и пошел пророк отрок слуга пророка в рамо в галацкий и пришел и вот сидят военачальники совету их и сказал у меня слово для тебя военачальник и сказал июй для кого из всех нас и он сказал да тебя военачальник и встал он и вошел в дом и отрок вылил еле на голову его и сказал ему так говорит господь бог израилев помазую тебя в царя над народом господним над израилем и ты истребишь дом ахава господина твоего чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов господних павших от руки и изавели и погибнет весь дом ахавов и истреблю у ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшегося в израиле и сделаю дом ахава как дом иерваама сына наватого и как дом васы сына ахиина и изавели же сидят псы на поле израильском и никто не похоронить ее и отворил дверь и убежал и вышел июй к слугам господина своего и сказали ему с миром ли зачем приходил этот неистовый к тебе и сказал им вы знаете этого человека и что он говорит и сказал неправда в скажи на зале и сказали нет он когда внимание не обратил за счет спрашивает он лишь какие как они это фанатики экстремисты я ты скажи неправда скажи нам и сказал он то это сказал мне говоря так говорит господь по мозу тебя в царя над израилем и поспешили они и взяли каждую одежду свою и подсталали ему на самых ступенях и затрубили трубой и сказали воцарился июй и восстал июй сына сафата сына намесиева против иорама иорам же находился со всеми израильтянами в ромове гола адском на стражу против азоила царя сирийского 4 царство 10 по 17 30 и собрал июй весь народ и И сказал им, а Хавмала служил Ваалу, и Юй будет пророка Ваала, и Юй будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророка Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии. Ну как всех там-то? Всех собери. Потому что у меня будет великая жертва Ваалу, а всякий, кто не явится, не останется жив. И Юй сделал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителя Ваала. И сказал и Юй, назначьте праздничное собрание ради Ваала. И провозгласили собрание, и послал и Юй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд, принеси одежду для всех служителей Ваала. И он принес им одежду, и вошел и Юй с Иоанадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов. И сказал служителям Ваала, разведайте, разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господня. При Иегове, кто служит при Иегове? Так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. И приступили они к совершению жертв и всесожжений. А Иейове поставил вне дома 80 человек и сказал, душа того, у которого спасется кого-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося. Конечно, когда кончено было все сожжения. Понимаешь, я скажу, и он сказал, душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдал вам в руки, будет вместо души спасшегося. То есть тебя на месте убьют, спецназ или кто-то не был бы. Вот это работать надо, спать не придется. Дальше. Когда кончено было все сожжения, сказал Иейове, скороходым и начальникам, пойдите и побейте их, чтобы ни один не ушел. Вот как. Их там-то разбирались. И поразили их остреем меча, и бросили их скороходы, и начальники пошли в город, где было капище Ваалова, и вынесли статую из капищи Ваалова, и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечисто для сего дня. И истребил Иейове Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеравама, сына Наватама, который ввел Израиль в грех, от них не отступал Иеуй. От залпих тельцов, которые в Ефилии, которые в Дане, и сказал Господь Иеую, за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над новым Ахавым все, что было на сердце у меня. Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевым. Интересно, вот все уже, выверено, голосовать будут или что-то, 4, 5 уже не будет поколения его. А почему грех был? И Бог говорит, у меня было на сердце истребить. Ну истреби их, дунул, их нету, нет, через кого-то Бог делает. Даже соблазнить кого было, и то, кого пошлю. И духи предстали, и один дух лживый говорит, в уста войду, иди делай. Видите, как все построено. Любимый в каждом православном народе грозный пророк Илья, вообще без вступительного слова, расправлялся с ретиками и лжепророками. 3 Царство, 18 глава. И не спал огонь Господень, и испожрал все сожжения, дрова и камни и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророка Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья от потока к Иссону, и заколол их там. Ни два, ни три, 850. 850 трупов. Картина Гюстава Дарев, он стоит с секирой, рубит, и к трупу только летят в землю. За всю историю мира известен только один случай, когда люди живьем вместе с женами, детьми и всем своим хозяйством с домами сошли в ад. Это было дело не человеческой руки, не просто ревности Моисея или отца Василия, но действия самого Создателя, всемогущего Саваофа, народа Вселенной Иеговы. Число 16 глава. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих. Так сектантам не надо лезть, не надо брать от них тушенку. И не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах. Отец Василий-то абсолютно прав. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, и с сыновьями своими, и с малыми детьми своими. Малые дети тоже ответственно. И сказал Моисей, из сего вы знаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое показание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои, и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них, они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила и домы их, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли не совсем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Вот так теперь сектанты строят, там в Санкт-Петербурге какое-то поле, один момент и никого нету. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, да вы говорили о ней, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных, и огонь выбросит. И огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых. И взял Елеазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбил их листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господня. И не было с ним, что с кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисей. Положения нет, берутся за это дело, ломают, обманывают причастие, а там ничего нет ни у кого, ни у кого, потому что они не имеют связи с апостолами. На другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвели народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло все, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисей и Аарону, говоря, отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Ну, это же 14 тысяч, это даже сегодня это много. Заглядывали в ковчег, 50 тысяч и 70 убил Бог. Надо маленько-то считать Библию. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу с киней собрания, после того, как поражение прекратилось. Все. Точно так же крушили и уничтожали идольские капища святые в Новом Завете. Святой Авраами, Емелиан и другие, смотрите симфонию на жития святых. Все эти новозаветные святые действовали абсолютно разнозначно, один к одному, как и ветхозаветные пророки, но только не убивали собственноручно идолопоклонников и их жрецов. Вот так дальше. Но разрушение капищ происходило по их молитвам и даже удуновению, как у святой Татьяны. Она дунула, а то Татьяна, Татьяна, знаю житие, дунула и капища вместе с жрецами, все задобила. Ну и Ананя Сапфира и Солгарин, ну не убивал Петр, ну результат-то тоже самый-то. И вынесли их трупу, похоронили. Ничего не изменилось, только теперь страшнее это. Ад. В данном рассмотрении отец Василий поступает совершенно правильно. И он героев веры, как древний пророк, восставший над Грузией, возвысившийся до презрения временных человеческих законов и конституций. Но все это, все будет верным на сегодняшний день, только при одном условии, без рассмотрения действий отца Василия во свете Евангелия и деяния апостола. Ну давайте еще раз прочитаем это. Ну все. Я говорю людям, более правильного, более гениального режима, чем фашизм не было на земле, как Гитлер. Он никого своих не уничтожал. Все. И дальше что он делал? Но при одном условии, что Бога нет. Бога нет. Это был гениальный человек. А раз Бог есть, это был сатана в образе человеческом. Холокост устроил. Невинных. Это не Сталин был. Сталин это ребенок по сравнению. Гитлер ребенок по сравнению со Сталином. То своих уничтожал всех, а этот нет. Но он решил христианство истребить. Так и здесь. Это будет верным. На сегодняшний день только при одном условии. Без рассмотрения действий отца Василия во свете Евангелия и деяния апостолов. Теперь рассматриваем. Когда ученики Христовы решили поступить так же, то они вдруг услышали от Христа, что одобрения от него не получат. Оказалось, что они еще не под влиянием Нового Завета. И ничего не поняли из того, для чего пришел Христос на землю. Лука 9 глава 51-56 стих. Когда же приближались дни близятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. Но он, обратишись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо сыр человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Откровение 21-5. Так вот мне хочется выделить одно такое слово в учении Иисуса Христа. Ну, буквально особое. Это новое творится сегодня, и всюду, и везде. На каждый ветхозаветный пример звучит. А я говорю вам. А я говорю вам. Везде Господь говорит. Там ненавидите. А я говорю, любите врагов ваших. А я говорю вам. Матфея 5, 22-44. То есть, отец Василий поступает правильно, как пророк, но какого духа, уже не новозаветнего. Апостол Павел не сокрушил жертвенник неведомому Богу, но воспользовался им и перевел на свою сторону. И это было несравненно выше, как говорит святой Иоанн Златоуст. Не делает такое сравнение. И делает. А и делает такое сравнение. Давид, видя Голиафа, поразил его. Апостол же Павел берет, как бы за волосы Голиафа, и переносит на свою сторону, и направляет его для борьбы с пелистимлянами. Апостол Павел описывает свои страдания от гонителей, и при том постоянные, как сжало в плоть. 2 Коринфянам 12, 7. А это из гонителей, по слову Златоуста. И нигде ни единого движения против них он не сделал. Случались наказания от апостолов только по их молитве. Ослепление, даже умерщвление. Деяние 5.13. Апостолы напоминали другим о злых делах противников, но не более того. Вот сегодня, что считали мы, я потом прочитаю 6-й псалом. Вот мы на утром молитве читаем, а об этом ролик будет, и как специально ими об этом речь идет. Вот сегодня о Саварбеке, Алмазове, ролик составляли, я сейчас прочитаю его. Дальше. 3 Иоанн 1, 9. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви. А что с ними делать надо? 1 Коринфянам 5, 5. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Тимофея 1, 20. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научались неблагохульствовать. Интересно. Там в другом месте говорит Димитрий, там Александр. И у нас потеряевки были, и стали пакостей делать Димитрий и Александр. Понятно, что один, и оба ушли в разные секты. Дальше они вместе не пошли. То есть во все тяжко опустились. Вот я хочу сказать, сегодня мы читали, мы читаем псалмы на молитве. Вот прочитай, псалом 6. И мы сегодня его читали. Это к тому, что со мной делается. И вот эти нападают, там порнографические снимки делают, мою голову представляют. Псалом 6. Господи, не в ярости Твоей облещай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлю небо с дыханиями моими. Каждую ночь мывая ложа мою. Слезами моими омочаю постель мою. И сокло от печали ока мою. Обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззакония. Ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление моё. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно. Видите как. Об этом говорим и об этом утреннее чтение по порядку. И дальше. На такие контрмеры, как поступали апостолы Христовы, отца Василия явно не хватает. Не тогда, когда он был в грузинской церкви, и не сейчас, когда он перешел в греческую. Не менее омертвелую церковь. Не менее. Не менее. Да. Омертвелую церковь, чем обмерщенная грузинская. Искушение решить столь важный вопрос, как уничтожение ереси таким способом, как отец Василий, было всегда чрезвычайно велико и постоянно повторялось в течение 20-ти столетий. Это и инквизиция католиков, борьба с еретиками, неугодными и ведьмами. Около 12 миллионов оборванных жизней. И как апогеи всего подобного, великий инквизитор. Из братьев Карамазовых, Федора Михайловича Достоевского. Это Иосиф Володский. Это православный Сталин. Еще канонизировали его. Гундел и гундел сидел. Князь, казнить надо еретиков. Стригольники разные там, жидовствующие. А по сей день не доказано, что за ересь была. Он говорит, да мы же православные. Ты князь, иначе царство небесное не наследуешь. И начались казни. Иосиф Володский. Запомните это имя. Здесь описано, что когда приходит Христос, то кардинал... Слава Иисусу Христу! Здесь описано, что когда приходит Христос, то кардинал Папа дает приказ арестовать его. И разъясняет Христу, что он не нужен. И говорит Иисусу, мы исправили твой подвиг. Мы царствуем без тебя. Метод Отца Василия, это метод православных императоров. Это фашистский метод патриарха Никона. Уничтожение всех инакомыслящих. Святая Русь без Христа, без его учения. Страшно читать про то, что когда император Константин Великий, конечно же никогда и не бывший равноапостольным, но во многом превышавшим в разумлении истины тогдашних епископов, воцарился и объявил христианство государственной религией, то православные архиереи, чудом оставшиеся живыми от гонений, со следами страшных пыток, тут же, буквально на другой день, пришли к самодержицу просить, чтобы он издал указ, по сути ничем не отличавшийся от указов Диоклетиана, арестовать всех еретиков и сопротивников, и все капище разрушить насильственно. Видите как? Нельзя представить, как некрещенный царь произносит те же самые слова, что и Христос своим ученикам. «Не знайте, какого вы духа» в Лука 9, 55. «Не знайте, какого вы духа» – вот фраза. Заблуждайтесь, не зная Писания. Как он тут же предложил решить все эти вопросы на равных, за круглым столом, со своими противниками. Учиться миссионерству, учиться обсести диспуты на равных и ничего друг на друга не придумывать. Нетрудно представить, что внутри себя почувствовали православные по отношению к императору. Бог дал человеку великий и страшный дар свободы, и она особенно неприкосновена в вопросах веры. Отец Василий должен заняться образованием своей пасты, иначе получит точно такое же отношение к себе. Надо догадываться, что эти сектанты, благотворители, сумеют разъяснить своим слушателям подлинный смысл поступков отца Василия и его друзей-послушников. Вот православие во всей красе. Они играют на низменных чувствах толпы, жаждущих зрелищ и новых амфитеатров. Вот это они, сектанты, они объяснят. Они разъясняют, что сожженная литература, конечно же, была отдана им. И, конечно же, там были Библии, Новые Заветы, и ревнительный крестоносец будет показан как антихрист и войдет в историю как мракобес. Сегодня в разоренной войной стране вырвать кусок гуманитарного хлеба, тушенки и лапши вермишели изо рта голодного, поступки отца Василия сегодня видятся только так. Кому-то очень выгодно плодить сектантов. И проводится тщательно разработанная акция, оболванивая народа, оболванивая народа, путь подталкивания его к сектантам, как это было с попом Гапоном в 1995 году, или с Бен Ладена в Америке. О, если бы отец Василий принес всенародное покаяние в своих поступках по телевидению, перед патриархом Ильей, перед народом и перед сектантами, но подобное с такими ревнителями, как правило, не происходит. Отец Василий, начиная свою миссионерскую кавычкой деятельность, должен был бы сразу же примирить подобную смирительную рубашку от сектантов и прочих неправославных по отношению всех православных во всех странах, по всей земле, а не только в Грузии. Вот так ты поступаешь, и с тобой так будут поступать. Как девиз нужно помнить нам знака с апостольского собора, деяние 1529. Воздерживаться и доложертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Московская патриархия пыталась с изменением закона о пресловутых 20-х годах пребывания вероисповедников на территории России создать сложности с регистрацией сектантов. То есть, сказали, закон прямо провели. Вот, если эти секты были, старобрядцы, уже 20 лет были, евреи были, их можно регистрировать. А кому только 19 лет, уже не регистрировать. Ну, просто нарочно. А что, спьяно-то, Ельцин подписал это? Удовлетворил президент просьбу патриархии. На деле получилось так, что первыми перерегистрировались именно сектанты, и даже тоталитарные, и сатанинские. Теперь православные жмутся к президенту, и его представляют верующим, воцерковленным, и, конечно же, православным. Нужна всем просверенным связь с Зюгановым, с крепкой рукой придержащих, и чтобы они были, конечно же, только и единственное за патриархию, и только за московскую, понимая Сергеянскую и Сталинско-Беревскую. И чтобы власти помогли громить сектантов через черные чертовы сотни, душить их окаянок, а самим прогружаться во тьму, как пишет Александр Нежный, православный писатель, понимающий в этом больше всех дворкиных, подстрекателей против сектантов. Борьба с сектантами возможна только через превосходство их по всем параметрам. Как бороться? Чтобы мы должны жить лучше, чем они, показывать в учении? В учении, в обучении этой истине всех, в активности, в благотворительности, в любви к Богу, к Слову Божию и к людям. И на обращение правителей нужно обращать внимание, но только не подхалима же, не подхалима же, а через облегчение их жадности, продажности, преступности и людоедствия, быть самим живыми воплощением Христа. Действия священника по гражданским законам уже уголовно наказуемы. Если государственная власть зарегистрировала баптистов и других истов, то этим самым она их усыновила, взяла под свою защиту. Власти во всех отношениях должны быть не... Власти во всех отношениях должно быть невыгодно то, что делает сопрещенный священник. Его, кавычки, миссионерская деятельность это мильно замедленного и направленного действия. Это я пишу, а ответ комсомольской правде. Чувство безнаказанности, когда закон не действует, разлагая души. Это было уже и в России. А притча на разгулом КВД православные все эти уроки проходили. Православным не нравится, что их гонят на Украине, что они отнимают храмы друг у друга. Уже не сектанты, а различные юрисдикции. Зло выборочно не бывает. Вот понимаете, вот эти, которые отнимают у них там униаты и прочее. Ну почему не говорят, что эти храмы только большинстве были взяты униатом Сталином и отданы патриархии. И они требуют как Крым. Вот Россия-то Крым-то, это же российский Крым-то. Тут стоят на своем... Ну те-то храмы-то принадлежали им. Там-то селом загнали-то. Но теперь назад все возвращается. Двойной стандарт. Подручным священника все время нужно быть в форме, разузнавать, где будет очередное собрание сектантов, в орбиту своего действия и втягивать все новых помощников. Тем более сейчас, когда в Грузии присутствуют уже представители НАТО. То есть те же самые баптисты. И они могут и не сообщать своим им и в свою печать об этих эксцессах. Сегодня у подручных Василия срабатывает дикарская психология. Определение того, что есть хорошо. Подумывался так. Под практика зумусов. Хорошо, когда я отниму у соседа дом, корову, жену. Плохо, когда сосед отнимет у меня дом, корову, жену. Первый этап деятельности дяди Васи скоро закончится. И начнется второй. Рубиловка. В буквальном смысле уничтожение. Снайперы, фугасы, отравление, похищение. И все это во имя Христа. Это погружение во тьму уже закончилось. Все их действия от начала до конца несут отрицательный, минусовый характер. Но если его, этого ревнителя благочестия, не поддерживают архиереи и священники открыто, то в большей части только потому, что страх потерять то, что они имеют. Приход, теплое местечко, удерживает их. Но идейно не осуждая действия своего брата-попа, они уже готовы из своей среды выдвинуть своего торквемаду и саванаролу, если этот будет ликвидирован. Мне приходилось несколько раз быть в грузинских храмах и встречаться с патриархом Ильей Вторым. Это я говорю о себе. Духовное образование в грузинской православной церкви ничем не отличается от украинской и московской патриархии. Миссионеров, благовестников нет совершенно. Ни одного. Духовная пустыня. Самая настоящая языческая страна. Народ утопает в суевериях, а тот, кто имеет веру, такую, какую принял князь Владимир, под старый след забивается в горы. Василий и его команда общества с ограниченной ответственностью. Достойные сыны, законные дети, а не подкидывшие своей церкви. Таких очагов ревности, кавычках, православия уже сегодня может быть несколько. Здесь совершенно нетрудно прогнозировать события. Это движение от дьявола, а он есть лжец и человек-убийца. Подобные примеры заразительны. Ибо почва для распространения этой язвы благоприятна и в России. Это очень легко, без затруднений переходит шовинизм, русофобия, юдофобия. Теперь я был и спрашиваю, как отец Василий? Арестовали, посадили два года. Все. А я говорил, это скоро закончится. Сектанты одолели, караул, кричит священник в ужасе священном. Васил на паперте на самый жидкий стул, бомбардировщик от ножа чеченца. Они еретики, нахально лезут на нашу каноническую плесень. Мы против них крестов нальем железных, весь типикон против сектантских песен. Воздвигни по границам крестный ход, иконам чудотворным дать дорогу. Дать дорогу! Мы не сектанты, мы всегда в обход, у президента выпросим подмогу. Ой, Дворкин тут поможет, это стихотворение мое. Ударив колокол набатный и тревожный, огнями свеч сумеем устрашить. Мы обуздаем нехристи, сдаваться нам не гоже. На заказную молибен последние гроши. На заказной молибен последние гроши. То есть, вот так боремся. За нас история, традиция и мощи. И им ли с Библией без нашего предания? Мы, как на небе, днем, еси и ночью, с подпиткой и полнокровной и питанием. Но что же мало нас в днепраздничные дни? Куда вы подевались, прихожане? Остались мы с соломщицей подрезами тюремные пижамы. Не слушайте сектантов, их гоните и не берите помощи от них. Сам дать вам не смогу ни крошки и ни нитки. Гуманитарных мы не дарим к них. О, батюшка, иди в ученики, баптистам, яговистам и мормонам, и не считай чужие синяки, оставь все хлюпани и ахани с просонок. Сосуд с вином священного писания до столкования святых отцов сумеет стать не свиньями и псами, не запираться от сектантов на засов. 24.06.02. Игла. Благодарю. Вот я начал то, как бороться с сектантами любовью. Когда говорят евреи, все захватили. Надо бороться с жидами. Продали Россию, в Израиле перегнали. Бороться надо как? Любовью. Сектанты разные лезут любовью. Что делать с ИГИЛом? Лезут мусульмане любовью. Вот я в тюрьме много лет работал, помогал. Если узнаю, там есть чеченцы, мусульмане, а мы приносим бумагу, Евангелие, бывали, приносили даже на Пасху яйца. В первую очередь камера большая, на всех не хватает помочь им, другой народ и прочее, помочь выстоять человек. Он преступник. Так и я преступник. Понятно как? И выход только один, любовь. Чтобы они увидели как. Ко мне привели этого еврея, привез с евреями я борюсь. Полтора, три часа даже не было. Стал православным батюшкой. Ну вот боритесь с евреями. И пусть через каждого священника один еврей станет священником. Через одного? Нет. Вот он, КГБ там все зажало. Правильно, надо бороться, допрашивать меня, разговариваем. Он делается с священником, сотрудник КГБ, офицер. Боритесь. А вот комсомол там обманывает работник Украины, республиканского масштаба, Яков Геннадий Михайлович. В моем доме он делается православным, Бог делает так, дальше, ярмонахом Григорием, которого Кришнаин там убьет. Вот один и сделался другим. Работайте. И как любовью. Другого оружия нам Бог не дал. Чтобы они увидели, что быть православным намного лучше, намного прекраснее, беспроигрышно. Богу слава за все во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.